Человек, который сидит на вокзале или планирует будущую поездку, персона, ждущая приезда родственников с другого конца страны. Всех их объединяет одно – желание узнать, как движется нужный им поезд. Сколько раз сидя на вокзале и глядя в свой гаджет гражданина посещает мысль о том, что хорошо бы узнать, а не опоздает ли поезд или не приедет ли он раньше. Особенно это интересует тех, кто в силу обстоятельств вынуждены долго ждать. А сколько раз в пути хотелось выяснить, когда же наконец ближайшая станция, не вставая со своей полки и не идя к проводнику. Теперь для того, чтобы ответить на все подобные вопросы, достаточно иметь доступ в интернет и ноутбук или смартфон. В апреле 2012 года у РЖД появилась новая услуга на сайте. Стало возможно отследить движение одного или сразу нескольких поездов прямо там, в режиме онлайн. Это не совсем онлайн-радар поездов, но инструмент все равно удобный. С этого момента у активных пользователей интернета появилась возможность узнать не только каким путем едет поезд, но и попадает ли он в расписание. Если нужно выбрать заранее, каким маршрутом лучше или быстрее ехать из точки А в точку Б, достаточно лишь посмотреть, как по нужному маршруту идут поезда. Использовать сервис так же просто, как купить билет на поезд, нужно лишь знать станцию отправления и станцию прибытия. Тогда отследить поезд не составит труда. Эта услуга сделана специально для того, чтобы, не выходя из дома и не звоня в справочную службу вокзалов, клиент мог узнать всю необходимую информацию. Несмотря на несовершенство, получился простой и удобный сервис. Онлайн-отслеживание самолетов Чтобы посмотреть маршрут поезда или узнать, где он находится в данный момент, в первую очередь нужно зайти на официальный сайт РЖД. Потом найти раздел «Пассажирам», а дальше выбрать «Движение поездов онлайн». Откроется форма, похожая на ту, через которую покупают билеты, тем, кто постоянно это делает, она покажется знакомой. В соответствующие поля, отправление поезда и его прибытие, надо ввести нужную информацию и выбрать числа. Если в это время никакого поезда на этот промежуток времени и отрезок пути нет, появится надпись о том, что ничего не найдено. Если же система что-то нашла, то она покажет все варианты. Иногда их целая страница, иногда один-два варианта. Общая информация на странице будет выглядеть так. Сначала написан номер поезда и маршрут следования, потом в какое время и откуда он вышел, куда прибыл, а потом будет написано, где он находится в данный момент. Когда поезд уже прибыл к конечной станции, об этом тоже будет написано. Если кликнуть на эти сведения, откроется страница с подробной информацией о движении состава между заданными станциями. Будет видно, где поезд опаздывал, где опережал расписание, как прибыл. Если ввести только станцию прибытия и число, то будет показаны варианты поездов, которые в эту дату прибудут на эту станцию. Если поезд уже там, то будет показана вся та же информация о его движении. Если поезд еще в пути, будет показана информация о его передвижении. Важно, несмотря на то, что есть поле, куда надо ввести номер поезда, его заполнять не обязательно. Если интернет работает быстро, то поиск интересующей информации не займет больше, чем 5 минут. Не придется авторизовываться или регистрироваться, нет нужды ждать смс или писем на электронную почту. Нумерация поездов Когда такими услугами только начинают пользоваться, никаких вопросов о том, как все это работает, не возникает. Но немного разобравшись и распробовав онлайн-сервисы, пользователь начинает испытывать интерес. Как происходит отслеживание поездов? Процесс происходит с использованием современных технологий. Для того, чтобы до пользователя дошла нужна информация, сначала ее собирают с четырех сервисов. ГЛОНАСС – это спутниковая навигационная система российского производства. Она передает показания с нескольких спутников, охватывает всю землю. АСОП – система, при помощи которой контролирует весь рабочий процесс на ЖД и прогнозирует загруженность путей. Процессы в системе целиком автоматизированы. СЦБ – устройство, которое включает в себя системы централизации, сигнализации и блокировки. Для сотрудников РЖД это устройство особенно полезно. САИПС – отслеживает, где находится состав в режиме реального времени, может отследить состояние отдельного вагона, прицеплен ли он, отцеплен, сколько их есть за локомотивом. Обратите внимание, благодаря тому, что данные поступают не из одного источника и практически постоянно, погрешность в результатах будет максимум 5 минут. То есть можно сказать, что система работает точно и корректно, с небольшими ошибками, в пределах 2-5 минут, что особой роли для рядового гражданина не играет. Резюмируя, можно сказать, что для пользователя информация предоставляется приемлемой точности. Для личного пользования этого вполне достаточно. ТОП-9 самых шикарных поездов не бывает так, чтобы изобретений были только минусы или только плюсы. У любого нововведения есть положительные и отрицательные стороны. У этой новинки РЖД тоже. Посмотрим, что отрицательного и что положительного есть, чтобы была возможность оценить, полезен ли новый сервис. Минусы. Работает только для поездов дальнего следования. Если нужно посмотреть электричку, например, Балагоя-Акуловка, ничего не получится. Сервис выдаст множество поездов, которые проезжают эти станции, но не электричку. Можно посмотреть только на определенный отрезок времени. Примерно неделю-полторы, нет возможности выяснить, с каких путей отправляются поезда, с какой платформы. Это можно узнать только на вокзале. Информация дается в местном времени и может возникнуть путаница. Если есть значительная разница в часовых поясах, информация о поездах, которые едут не по территории России, может быть некорректной. Можно применить только для РФ, стран СНГ и Балтики. Но если не нужно изучать другие маршруты, это незначительный недостаток. Плюсы. Есть возможность примерно спланировать дальнюю поездку заранее. Можно отследить по номеру рейса поезд в реальном времени. Узнать, приедет ли поезд по расписанию. Выяснить примерное время в пути на разных поездах, идущих в одном направлении, не покидая дома или офиса. При наличии доступа в интернет, можно с телефона или планшета прямо на вокзале примерно узнать, на какой станции сейчас поезд, которого ждут. Поиск можно осуществлять в любое время суток или выходные. Очень маленькая погрешность во времени. Важно, так можно следить не только за пассажирскими составами. Для грузоотправителей будет интересно знать, что они могут пользоваться услугой для слежения за передвижением состава с их грузом. Еще один небольшой недостаток системы. Нет возможности посмотреть и сравнить на одной странице подробную информацию о нескольких поездах, но это незначительное удобство, да и мало кому понадобится. Мало кто об этом подумает, но у некоторых могут возникнуть вопросы, насколько такие возможности безопасны. Ведь таким способом можно отследить любой состав и спланировать любые преступные действия. Безусловно, риски есть всегда. Если задуматься, то практически каждая интернет-услуга таит в себе множество опасностей, особенно, когда ей пользуются со злым умыслом. Как на самом деле обстоят дела с безопасностью этой услуги? На самом деле, во-первых, если все делается через официальный сайт, никто не сможет похитить данные пользователя или взломать его компьютер или другое устройство. Во-вторых, для внутренней безопасности это тоже не представляет угрозы. Даже если попытаться вычислить поезд с опасными грузами или проследить за движением каких-то особых составов таким способом, ничего не получится. Они будут числиться как обычные товарные поезда. Выяснить, какое из них везет то, что нужно, никак не выйдет. Разумеется, нельзя гарантировать, что услугой не воспользуются нехорошие люди, чтобы планировать свои противозаконные действия, но технически запрещать кому-либо использование сайта задача невыполнимая. Информационная поддержка сервиса происходит 24 часа в сутки, то есть никаких устаревших сведений на сайте не публикуется. Некорректные данные могут поступать о поездах международного сообщения, которые едут по территории другого государства. Об этом РЖД предупреждает отдельно. Важно, пользуясь такими услугами, нужно понимать, что подобного рода новинки помогут в планировании только частично. Если нужно составлять план, где опоздания даже на 5 минут будут фатальны, стоит рассчитывать время так, чтобы был запас, даже если уже более-менее ясно, как будет ехать поезд. Отслеживание передвижения железнодорожного транспорта никак не связано с координацией деятельности железной дороги, оно позволяет только определить, где и когда был состав. Регулируют движение диспетчеры и другие обученные люди. На их работу никак не влияет наличие или отсутствие подобных услуг на официальном сайте. Кроме того, что предлагает РЖД, существует только один вариант. Отследить движение поезда в реальном времени на карте не выйдет, но зато можно посмотреть маршрут на карте. Это единственная адекватная альтернатива, это Яндекс. Расписание. Можно найти любой маршрут на картах и посмотреть, где какие станции будет делать состав. Процесс движения увы, не посмотреть, но можно посмотреть и сравнить несколько маршрутов одного направления и выбрать лучший. Как и система на сайте РЖД, Яндекс, расписание это слежение за поездами онлайн, которое дает возможность лучше спланировать поездку заранее, но не даст возможности выяснить, где в данный момент находится поезд. Важно, ни один сервис не покажет светофоры или другие возможные причины задержки, поэтому заранее предсказать задержится ли поезд затруднительно. Локатор только показывает, как они движутся. Услуга на сайте РЖД дает более полную информацию о маршруте следования, есть возможность проследить, идет ли транспорт по расписанию, и дает примерное представление о его будущем прибытии. Но нет возможности визуально оценить маршрут и сопоставить его с картой. Яндекс, расписание дают такую возможность, но по информативности этот сервис немного уступает услуге РЖД. Что именно выбирать зависит только от потребностей пользователя. Одно можно точно сказать, для просмотра детализированного отчета о маршруте РЖД пока что придумала лучший вариант. К сожалению, это все, что дает возможность адекватно отследить маршруты по России. Для морского транспорта или самолетов, даже для автотранспорта, есть намного больше возможностей, приложения, сайты и многое другое. Виной тому, наверное, тот факт, что развиваться железная дорога в этой стране начала не так давно, а иностранным компаниям создание приложений и прочего для российской железной дороги не имеет смысла. Если самолеты – это более или менее интернациональный транспорт, то наземный всегда ограничен одной страной. Кроме того, поезда вообще специфический транспорт и то, что кого-то может заинтересовать их движение далеко не очевидно. Тем не менее, прогресс никогда не стоит на месте, люди редко останавливаются на достигнутом. Возможно, однажды появится больше вариантов, в том числе и более удобных, нужно только подождать. Пользователи, которые уже оценили сервис, отмечают, что свое основное предназначение и тот и другой сервисы полностью оправдывают, оба справляются со своими функциями, но немного сожалеют, что их возможности ограничены. Продолжение следует...